Коллеги, добрый день. Я всех запускаю вебинарную комнату. Так, смотрю, коллеги нас активно подключаются. Зовут меня Мария Нинашева. Мы сегодня с вами будем работать в системе Документ-оборот 3.0. Будем рассматривать интерфейс общей возможности системы. Далее рассмотрим с вами организацию работы с файлами и документами, общие вопросы, какие-то фишечки, какие-то моменты. И далее посмотрим процесс согласования документа на примере согласования договора. На практическом примере, то есть постараюсь максимально показывать на системе, чтобы мы видели уже в разрезе практической работы, в чем особенность нашей сегодняшней работы. Я вас сегодня и организатор, и спикер. То есть все вебинарную комнату запускаю я. Если вас вдруг выбило, я вас верну. Можете чуть-чуть подождать, потому что я не все сразу могу видеть. Я, конечно, могу быть погружена в процесс совещания и сразу не среагировать, если вас выбило, и вы стучитесь. Так что сразу не уходите. Чуть-чуть подождите, я вас обязательно подключу. Так, о себе немножечко расскажу. Я являюсь руководителем проектов, аналитиком, функциональным архитектором. То есть, ну, практически все роли в проекте я могу выполнять. Часто веду обследование, общую концепцию системы, сооружаем, так скажем, продумываем, работаем с интеграциями всякими различными. Один из документов, оборот, одна из самых интегрируемых систем. Вот поэтому, ну, как бы комплексно можно посмотреть на систему, какие-то вещи. Постараюсь максимально рассказать свои из опыта ситуации. Так, вижу, что пока вроде бы всех, кого, кто пришел к нам, подключила. Итак, у нас где-то час тайминг. Стараемся за него не выходить. Все вопросы, пожалуйста, пишите в чат. То есть, мы с вами будем работать следующим образом. Я буду вещать по своему плану, как я запланировала. И буду смотреть в чат с вопросами. Так, буду вам по возможности отвечать. Скажите, пожалуйста, видно ли сейчас презентацию PowerPoint по нашему вебинару, либо черный монитор. Так, презентацию не видно, да? Давайте я тогда переключу демонстрацию. Вы мне скажете, видно ли монитор. Так, видно, супер. А я сижу и думаю, что вы видите, что я показываю. Итак, мы сегодня с вами работаем с презентацией и работаем с программой 1С. Я буду переключаться туда-сюда. Постараюсь максимально показать. Так, я думаю, что мы можем, в общем-то, начинать. Активные подключения у нас. Так, сейчас еще прямые у нас коллеги подключаются. Запись будет. Вопросы, если мы не успеем забрать, будут отвечены письменно после презентации в рассылке. Так, что еще не сказала. Вопросы пишите в чат сразу, как только они у вас возникают. Постараюсь в ходе вебинара раскрыть, показать примеры, там, ответить на вопросы. Если вдруг не успеваем, в ходе вебинара, там, не встроила я ваш вопрос, то я постараюсь на него ответить после основного вещания. Если уже и там мы не успеем, то тогда в рассылке. Итак, мы с вами начинаем. Интерфейс общего обзора возможностей системы документа оборот 3.0. Будем смотреть с вами на примере и на презентации. Напишите мне, пока я вещаю в чат. Если вы используете уже в своей работе документ оборот, напишите версию, в какой вы работаете. Тройка, два, один. Либо напишите, что вы не работаете в документ обороте. Чтобы я понимала, кто у нас сегодня, какой состав, какой подготовленности на встрече. Так, вижу документ оборот 2.1.3.0. Отлично. Буду некоторые моменты, может быть, говорить, где отличие от 2.1, потому что у нас есть те, кто приходит, либо использует сейчас 2.1. Практически, вот я вижу, что все используют 2.1. Ну, сейчас мы переключаемся с вами на интерфейс. Сейчас видно 1С? Напишите 1С, если видно систему 1С, документ оборот. Ага, все, видно, супер. Сейчас мы находимся с вами под пользователем. Федор Фупе, это наш директор. В демонстрационной базе документ оборот 3.0. То есть все настройки у нас выставлены и наполнение системы для того, чтобы мы могли увидеть возможности системы, что у нас тут интересненького есть, что новенького есть. по отношению к документ оборот 2.1. Ну, то, что у нас визуально система документа оборот отличается от других 1С систем, и это видно сразу невооруженным глазом, то есть она более дружелюбная. Внешне у нас есть такие вот виджеты, квадраты, из которых мы сразу можем переходить в те разделы меню, в тот функционал, который нам требуется. Сейчас мы с вами смотрим, это стандартный у нас набор виджетов для рабочего стола руководителя, то есть мы можем настраивать под наши задачи набор виджетов. Из чего, ну, как мы обычно определяем, вообще надо нам настраивать рабочий стол или нет, и для чего это делать. Как у нас обычно происходит. Сотрудник приходит на работу и говорит, ой, мне там что-то, какой-то документ или что-то пришло, мне надо было сделать, а я это сразу не увидел. То есть у нас сразу страдает исполнительская дисциплина, если у нас сотрудник не видит то, что ему нужно сделать, если он не может оценить быстро, молниеносную ситуацию, то есть руководитель, если молниеносно не увидел, какие у нас задачи подвислены, какие просрочены, то он у нас будет с большой вероятностью, может эту эффективность пропустить мимо, не увидеть. Вот документ оборот, она позволяет сразу молниеносно, в один клик, заходя в систему, на начальной странице, видеть полную ситуацию по исполнительской дисциплине, что у нас там происходит. То есть руководитель зашел, увидел, ага, задача мне 7 новых, сколько у нас обновлений, ну, то есть неотработанные у нас задачи 7, обновлений поступило 0 за тот период, пока я смотрела в прошлый раз систему, пока меня тут не было в онлайне, и сразу видеть ситуацию по задачам подчиненных, сколько новых и сколько просроченных, ай-ай-ай, просроченные, можно туда зайти и посмотреть, что у нас просроченные, кто у нас просрочил, оценить ситуацию, сразу можем отсортировать по фильтрам, по виду задач, по датам, то есть понять, кто же у нас просрочивает задачи, может быть, у нас сотрудник не в сети, может быть, у нас сотрудник куда-то ушел на больничный отпуск, еще куда-то, его задачи ни на кого не падают, не исполняются, в этом проблема, ее нужно срочно решить. То есть это такой некий индикатор, который сразу дает сигнал руководителю, что нужно делать. Сюда же можно вывести, допустим, почту, календарь, можно вывести тот функционал, с которым работает у нас конкретно сотрудник, ну то есть я сейчас приводила пример руководителя и его повседневной работы. Когда вы настраиваете рабочий стол любого сотрудника, который у вас работает в компании, вы понимаете, что рабочий стол, это как ваш, я сравнивала с вашим столом, на котором вы работаете, письменный. То есть вы туда должны сложить ничего лишнего, только то, что улучшает вашу работу сейчас, ускоряет. Вот так. Ну, я думаю, что вы меня увидели, я немножко тогда видео прикрою, чтобы он у нас видео не тратило, не забивало канал. Так, коллеги, слышу, что нет звука. У кого еще нет звука? Если есть звук, напишите, пожалуйста, что звук есть. Мы определим, что у нас только у Ирины нет звука. Хорошо, тогда обещаем дальше Ирине переподключиться. Она нас, наверное, не слышит, но поймет, что если я обещаю дальше, значит, все хорошо. Так, далее у нас есть этот инструмент, виджеты. Мы говорили, что они настраиваемые, и из них мы проваливаемся в тот функционал, в те пункты меню, которые у нас выведены. Что у нас есть еще? У нас есть реестра. Этого инструмента у нас не было в 2.1. То есть это тоже гибкий инструмент, который позволяет нам видеть те пункты меню, с чем мы работаем. Если у вас сотрудник работает с задачами, ему важно контролировать задачи от меня, он может сюда вывести и понимать, что у нас здесь происходит, какие обновления. Рабочий стол обновляется автоматически при поступлении, при изменении в системе. И сразу оперативно мы видим, что, допустим, на контроле документы, мы видим, если появятся новые. Если задачи от меня новые появятся, видим, если в почте какие-то письма поступили, мы сразу это увидим. Допустим, если у вас сотрудник работает с каким-то конкретным видом документов, и ему важно контролировать состояние по этим документам, то можно вывести сюда в реестр этот вид документов, и ваш сотрудник всегда будет видеть, что с этим документом происходит. То есть это у нас удобный инструмент, чтобы сакцентировать ваших сотрудников, внимание сотрудников на конкретном объекте, на конкретных объектах системы. Обычно мы определяем это в процессе обследования. Очень важно это принять ему внимание, потому что некоторые пренебрегают, говорят, что это не самая главная функциональность, но для исполнительской дисциплины это очень важно. Вы уже не сможете, у вас сотрудник не сможет, если он видит точно, что ему нужно сделать, что он нового поступил в систему. Допустим, там кадровый документ, вот мы видим, что там выделены сюда, это очень удобно. Так, идем с вами дальше. При этом у нас есть возможность также работать с нашими обычными разделами, которые у нас есть и в 2.1 в том числе, то есть у нас есть главные, это основные функции, с которыми работает пользователь, есть раздел документы, что такое документы для системы 1С документа оборот. Если мы сравниваем документы оборот с любой другой системой, в чем у нас основное отличие? Системы финансовые, системы, к которым мы привыкли, они крутятся вокруг финансовых потоков, они считают деньги. Здесь у нас все абсолютно по-другому. Здесь у нас учитывается документ в потоке, здесь все задачи, все процессы, все сотрудники, доступы, все-все-все у нас крутится вокруг самого главного объекта, элемента системы, это документ. И все у нас идет в связке с документом. Реквизитный состав, процессы, настройки бизнес-процесса, все-все-все. Так, мы с вами сейчас, так, в общем блоке, документы, мы к ним сейчас вернемся сначала, каждый блок отдельно рассмотрим, для чего он, и вернемся подробнее к документу, потому что сегодня у нас это основная тема разговора. Дальше, совместная работа. Что такое совместная работа? Это раздел, который отвечает за все, что связано с нашими процессами и задачами. То есть у нас есть документ, как главный объект системы, и у нас есть все то, что мы с ним делаем. То есть мы его согласовываем, мы его исполняем, мы его подписываем. У нас есть ряд действий, которые мы можем осуществлять с нашим документом, которые у нас укладываются в жизненный цикл нашего документа. И все, что касается этих действий, задач, оно все у нас происходит в совместной работе. Ну, очень просто запомнить. Документы в разделе документы, то есть это главный объект системы, совместная работа, и все, что касается действий. Учет времени. Если мы ведем учет времени в разрезе документов, в разрезе проектов в нашей системе, то этот раздел нам доступен, мы с ним работаем. То есть изначально, когда мы приступаем к работе в системе, мы можем определить, какой функционал мы можем использовать, какой нет, и отключить ненужный. Вот учет времени, он позволяет вести учет работы сотрудников, времени работы сотрудников, вести отчетность, вести учет трудозатрат, отчеты подчиненных. Но при этом нужно, конечно же, понимать, что это дополнительный объем работ при внедрении. нужно соответствующую нормативно-справочную информацию заполнить, виды работ, научить вести трудозатраты своих сотрудников. Поэтому нужно понимать, вообще нужен вам этот функционал или нет. Используется он, наверное, в процентах 20 всех внедраемых проектов, то есть далеко не всегда. Вот нормативно-справочная информация, это у нас доступно либо администратору только, либо также бывает доступно сотруднику ответственному за нормативно-справочную информацию. Это все наши справочники. Их состав, их настройки. Если компания, размер компании позволяет выделить отдельного сотрудника, который будет следить за нормативно-справочной информацией, за настройками, за изменением, за нормализацией. Обычно раз в какой-то период, рекомендованно примерно раз в месяц, нужно понимать, где вы находитесь в настройках НСИ, в состоянии НСИ, нормативно-справочной информации, в каком она состоянии, в части, допустим, контрагенты, какие-то лишние, какие-то неверные созданные, какие-то данные нужно выверить, контактные лица. Это все нужно понимать, что у нас с ними происходит. Что важно? Документы оборот. У нас одна из самых интегрируемых систем. И на стадии внедрения надо понимать, где у нас находится она в схеме взаимодействия между системами. Допустим, контрагенты, они обычно у нас синхронизируются в части ERP, в части бывает с битриксом, часто синхронизируемся, с управлением торговлей. И надо понимать, что у нас будет мастер-системы, где будут храниться данные, где они будут создаваться, как у нас будет вести себя справочник. То есть это все на стадии внедрения надо продумать. Это все касается нашей нормативно-справочной информации, наших справочников. Мы сейчас на экране видим, какие у нас, к примеру, есть справочники, вид документов, мероприятий, если мы используем трудозатраты, отсутствие, то есть в соответствии с тем функционалом, который мы используем. Если мы что-то не используем, допустим, мы не используем учет трудозатрат, мы, соответственно, в настройках этот функционал отключаем, и данные справочники, у нас нормативно-справочная информация будут отключены, мы их не будем видеть, не сможем использовать. И это важно, потому что бывает, приходит сотрудник, как говорит, заказчик, как говорит, я работала в другой компании, я видела, у меня там было много справочников, а вот теперь куда они подевались. Это настройки системы, надо понимать, что вы используете, а что нет. Ну и техническая вкладка настройки, это у нас дополнительные отчеты обработки, это персональные настройки, ну, те настройки, которые мы устанавливаем тоже для пользователя. Так, далее. Возвращаемся в нашу вкладку документов, и рассмотрим ее более подробно. Так, давайте еще раз проверка связи, слышно меня, то я что-то вижу, кто-то пишет, есть звук, кто-то пишет, нет звука. Если вдруг звук нет, то переподключайте. Так, все, плюсик вижу. Спасибо, Наталья, видим, что все хорошо. Так, приходим тогда в рабочее место по работе с договорами, с документами, и поймем, что у нас здесь с вами происходит. когда мы с вами попадаем на наш рабочий столб по работе с документами, то есть вот у нас как бы был такой большой рабочий столб, когда мы на первоначальную страницу зашли, и у нас там отсортировано то, что мы видим в первую очередь. А вот тут вот это, когда у нас уже, наверное, не рабочий столб, а уже такой кабинетик с полками вокруг, где мы можем рассортировать, разложить по стопочкам, по папочкам, и организовать свое рабочее место так, чтобы все видеть. Что у нас здесь есть? У нас есть стандартная командная панель сверху, то есть мы отсюда можем создать, отправить документ, создать на основании какого-либо выделенного документа, что-то, отправить на печать и вывести отчеты. Это стандартные для 1С, в общем-то, привычные кнопки. Они у нас есть изначально, их настраивать не надо, при этом, если у нас нет у пользователя прав на создание документа, в принципе, то, соответственно, кнопок не будет. Вот, то есть надо понять, чего есть у нас, какие права у сотрудника. Если чего-то не хватает, какой-то кнопки, какой-то функциональности, первым делом нужно идти в права и посмотреть, что у нас там. К слову, у документа оборота 4 уровня настройки прав, то есть это многоуровневая такая система, достаточно сложная, одна из самых сложных тем настройка прав. У нас был вебинар отдельный, и я думаю, что еще не один раз он будет. В 2.1 и в 3.1 отличаются настройки прав. В 3.1 у нас упразднены специальные разрешения доступа, общие специальные разрешения, вот, поэтому немного схема меняется, так что смотрите наши вебинары, ищите. Вот, если у нас пользователь не видит в списке документов какой-то пул документов, ему нужный, то, скорее всего, это как раз-таки настройка доступа срабатывает какая-либо. Вот здесь мы видим, если у нас нет никаких фильтров выставленных, мы видим весь перечень доступных документов для пользователя. Причем, у нас сейчас стандартные наши колоночки выведены, их пользовательскими настройками мы можем менять, можем вывести там, ну, регулировать пользовательскими функциями, ну, допустим, там я по дате от большего к меньшему, от меньшего к большему могу сделать, то есть это стандартный для 1С тоже функционал. Что мы тут еще хорошего видим, полезного? Мы видим фиктограммы, все, что у нас происходит с документом. То есть у нас с вами есть список документов, которые нам доступны, у нас выводятся колонки, в которых мы можем этот документ определить, и у нас выводятся пиктограммы, чтобы мы, не заходя с вами в документ, могли определить важные вещи, важные критерии по нашему документу, как у нас происходит в других системах. У нас есть там, вот у нас есть карточка документа, там есть какая-то сверху скрепочка, мы туда проваливаемся и начинаем искать в огромном списке там, где у нас там чего прикреплено, как оно у нас названо, и не понимаем вообще связанный, не связанный документ, как он связанный, ну, в общем, не всегда это удобно, и от всех есть запросы, организуйте нам, чтобы мы организуйте нам, чтобы мы все видели удобно, подробно, классно, вот здесь мы как раз таки все это удобно, подробно, классно и видим. Документы обороть. Так, что мы здесь видим? Мы видим пиктограммы, что у нас, допустим, есть прикрепленный документ, файлик, а еще мы видим его вот здесь, в правом нижнем углу. А скажите, мышку мою видно или не видно? Ну, там, букву М напишите, если мышку мою на экране видно. Это, да, как-то, все отлично. То есть, вот здесь, рядом, в левой части, рядом с нашим документом, мы видим, прикреплен ли у нас файлик. И сразу понимаем, что он у нас прикреплен. И вот здесь, в правом нижнем углу, мы видим, что за файлик у нас прикреплен. Мы можем даже, не заходя в документ, открыть его файл. И это бывает удобно для ускорения работы. Мы не хотим смотреть реквизиты, мы хотим файл посмотреть. Вот мы его открыли и посмотрели. Функция нам доступна. Что у нас здесь еще есть? У нас есть, если запущен бизнес-процесс, вот зелененькие у нас человечки. Вот у нас текущий наш бизнес-процесс, который у нас активный. Мы можем что-нибудь, ну, уже понимать, что бизнес-процесс запущен, мы можем открыть, посмотреть, какие по нему действия. Так. Далее у нас тут набор целых еще остальных пиктограмм, которые у нас это связи, это то, что у нас на контроле, это то, что у нас подписан, не подписан, то есть целый набор пиктограмм, которые мы сразу можем понять, что у нас с документом происходит, не проваливаясь вниз. Если вы, ну, внутрь, если вы забыли, как называть у нас данные конкретные пиктограммы, их много, целый набор рун, можно навести, посмотреть, проверить, что у нас такое. Дальше, чтобы у нас не было бардака на нашем столе и сузить наш спектр поиска до конкретных каких-то документов, чем мы можем воспользоваться. То есть у нас такой огромный шкаф, там такой большой завал всяких документов огромных, которые нам нужны. В зависимости от того, как работают у вас сотрудники, как важно по каким разрезам разделить эти документы в потоке и разложить по стопочкам, можно использовать разные способы. То есть вот мы сейчас просматриваем с вами общим списком у нас огромная гора документов и здесь все подряд, по всем контрагентам, по всем видам документов, все-все-все горой лежит. Мы можем с вами разложить по разным стопкам, по видам документов. И это удобно, если у вас отдельно там бухгалтерия работает с бухгалтерскими документами и они хотят видеть конкретно свои бухгалтерские документы. Кто-то у вас обрабатывает акты оказания там накладные обрабатывает и нужно именно накладные. Выделили стопочку, взяли стопку в работу по накладным. Если у вас сотрудник работает по контрагентам и ему важно видеть по конкретному контрагенту все-все-все документы договорные, закрывающие что еще то мы можем сделать стопочку в разрезе контрагентов и просматривать все документы в разрезе контрагентов. Каждое ваше подразделение оно работает по своему определенному своей методологии и ему важно свое собственное. Каждый сотрудник даже в какой-то конкретной ситуации может разложить по разным стопочкам. по номенклатуре дел, по делам, по категориям, по проектам. По проектам тоже очень важно если у вас ведется проектная деятельность и видеть именно в разрезе проекта все документы тоже сталкивались с такими кейсами где у нас это удобно. Мы сейчас делаем списком чтобы у нас расширить рабочее наше поле и было лучше видно. Вот теперь наши фильтры мы тоже наш поток информации оптимизируем так чтобы нам видеть максимально то что нам нужно ничего лишнего. Можем фильтровать по периоду по виду тематики документов сейчас немножко затронем что это такое по организации контрагенту проекту важности и по прочтенности то есть мы можем раскладывать на стопчике можем просто отфильтровать и видеть что у нас есть. Допустим мы хотим по нашей организации ограничить плюс вот у нас эта организация ведет неактивной деятельности документов мало. Так сейчас я параллельно принимаю коллег если я вдруг вас не увидела вас выбило я не увидела то ожидайте я вас обязательно пущу потому что я сама и вещаю и смотрю кто у нас вышел запускаю вебинарный фонд. Так что еще не сказала вот эти фильтры они у нас стандартные они есть у всех то есть они заложены уже в конфигурацию настраивать их дополнительно не надо при этом у каждого пользователя так же как в любой 1С есть возможность выставить свои пользовательские настройки и фильтровать документы по тому принципу который ему важен конкретному данному пользователю есть методы когда мы можем настроить пользовательские настройки сделать для всех пользователей для группы пользователей ну то есть это тоже на этапе обследования мы выявляем как конкретно вы хотите видеть ваши списки документов как будет эффективнее работать вам все это нацелено на то чтобы ваша организация работы была максимально эффективна и меньше времени тратить больше эффективности что у нас еще есть мы проговорили вот тут у нас есть справа зона предпросмотра область предпросмотра мы уже поговорили что мы здесь видим файлы вложенные а также над вложенными файлами мы видим связь документы и задачи по этому документу текущему вот то есть не заходя в документ мы можем видеть что в нем находится так здесь мы с вами поговорили а да еще не сказала по строку не про строку поиска мы можем здесь тоже пользоваться искать документ через строку поиска так теперь что у нас далее важно мы с вами заявляли что мы будем согласовывать документ ну мы немножечко пойдем с вами чуть шире захватим не только согласование а в принципе весь бизнес процесс по документу и как он у нас захватим немножко как он у нас настраивается и как это выглядит в пользовательском интерфейсе посмотрим мы сейчас с вами приключимся на работу под администратором чтобы у нас были полные функции с вами чтобы мы вдруг случайно не не запнулись на том где у нас недостаточно прав база демонстрационная не везде у нас не все у нас функции в полном объеме есть поэтому если где-то у нас будет ограничение систем я об этом буду говорить стараюсь говорить вот сейчас мы с вами заходим под администратор мы будем видеть все что у нас видит админ в рамках возможностей нашей демонстрационной базы так коллеги вижу что у нас есть запрос локальной записи конференции к сожалению нет у меня достаточных прав чтобы разрешить у нас запись всего вебинара нашего будет направлена позже поэтому не переживайте вы ее получите можно самостоятельно записывать ну и в интернете у нас на всех наших каналах обычно выкладывается запись вебинара поэтому можете ее использовать так мы с вами сейчас зашли под администратором у нас тут немножечко такой интерфейс стартовой нашей страницы которая у нас обеспечивает возможность настройки технической так итак заходим с вами в документы видим наш же весь интерфейс который мы видели под пользователем под директором мы уже видим что данным пользователем у нас договоры прочтены вот они уже таким темным не выделены цветом жирным ну то есть каждый пользователь видит все действия которые он сделал результат этих действий мы с вами сейчас сначала посмотрим как у нас выглядит настройка вида документа и потом его посмотрим также в пользовательском интерфейсе что у нас из этой настройки собственно получилось как это выглядит как у нас обычно заказчики приходят и говорят ой а можно вот сделать чтобы он выглядел вот так это очень сложно там допустим настройка реквизитов либо настройка обработки документов и вот туда немножечко за шторку как это все происходит настройка вся никто особо не заглядывает но мне кажется что для того чтобы понимать какую информацию нужно техническому специалисту дать настройки важно на начальном этапе внедрения там обследования немножко показать как это вообще происходит что у нас делает технический специалист как это выглядит поэтому я обычно это показываю вид документа у нас есть один единый справочник документы и в общем шаблон изначальной структуры вот того что мы потом делаем разными видами документы там договоры приказы в общем и целом это одна и та же калька шаблон из него мы как конструктор складываем то что нам нужно набор реквизитов где у нас какой реквизит будет располагаться где у нас какие действия будут какие у нас запреты будут проверки стоять все все по сути мы делаем с вами в одном большом шаблоне в зависимости от каких-либо условий в том числе какой реквизит у нас какое значение вида документа у нас эти настройки доступны или недоступны меняются или не меняются то есть у нас есть такой конструктор с помощью которого мы с вами собираем вид документа мы рассматриваем уже готовые договор аренды то что вот мы реквизит ваш с вами видим карточки документов потом мы их отмечаем галочками что мы будем использовать что не будем наши разработчики 1с уже придумали изначально какие реквизиты стандартные могут быть в документе и тут мы только говорим в системе вот этот реквизит мне покажи а вот этот реквизит не надо показывать далее если разработчики какие-то реквизиты не придумали и процесс какие-то не затронули то у нас для этого есть дополнительные свойства документа мы для каждого документа его можем добавить создать допустим дополнительный и задать для него значение самое сложное в этом всем это придумать какие-то реквизиты какие значения и как они будут между собой взаимосвязаны то есть если у вас есть один реквизит в значении то появляется другой реквизит если это реквизит в значении нет едем мы допустим в командировку за границу у нас появляется реквизит в какую страну мы едем если мы едем по России значит у нас не появляется реквизит в какую страну мы едем это у нас как пример что у нас есть в этом конструкторе то есть мы сначала продумываем на обследовании моделируем на моделирование как это у нас будет выглядеть а потом мы это все на рабочей базе уже в итоге видим самое главное все придумать дальше мы там придумываем как у нас будет нумероваться по какому принципу документы то есть мы берем наш методологии нумерации и закладываем год как у нас с периодичностью года идет не с периодичностью какие буквы какие аббревиатуры у нас используется в нумерации в каком порядке у нас идут обозначения что мы там подразделение добавляем нумерацию в общем все это нужно заранее продумать и сюда настроить необходимые настройки тут же у нас доступ к документу кому разрешено создавать и некоторые настройки реквизитов файлов категории документы если мы их используем и можем сделать настроить жестко на рабочую группу документа в том числе запретить автоматическое расширение доступа то есть у нас есть такая функциональность по умолчанию в документ обороте 3 ранее в двойке эта функциональность была опциональная то есть мы можем могли включить а могли не включить когда у нас если мы получаем задачу по документу даже если у нас до этого момента доступ к этим документам было закрыть то получив задачу мы автоматически получаем доступ к этому документу потому что такая проблема есть что у меня есть задача доступ к таким документам нет и я бегаю и ищу где же мне получить доступ к также мне его прочитать и даже бывали такие случаи что у нас месяцами приходим на обслуживание в компанию а там месяцами согласовываются документы сотрудник получает задачу видит что задача у него есть допустим согласовать документ а документ он не видит он идет постановщику физически берет бумажечку читает ее и выполняет документы обороте свою задачу вот такие кейсы мы видели чтобы такого не было у нас есть функциональность автоматически назначать права но есть секретный документ поэтому мы можем это отключить по умолчанию такая настройка у нас уже включена в документ обороте такая функциональность то есть автоматически назначаются права но это все вводная общая информация самое главное для нас это настройка обработки документа у нас с вами заявлено согласование но на самом деле а помимо согласований если мы берем версию пор то нам доступны такие комплексные большие процессы где мы можем не только согласовывать а сразу проходить то есть у нас самое по умолчанию в наших головах в большинстве то что мы делаем с договором это основное это согласование это один вид действия который мы совершаем с документом то есть когда мы его согласовываем но кроме этого мы его можем подписать мы его можем зарегистрировать мы можем создать задачу на исполнение какое-либо какого-либо поручения мы можем вот на утверждение его направить то есть у нас есть несколько видов действий которые мы можем совершить с нашим документом вот версия проф которая дешевле может быть в этом на стадии выбора программного продукта слышали версия проф программного продукта она не позволяет создавать вот такие вот длинные цепочки когда у нас несколько разных видов действий когда мы все сразу можем сделать в одной цепочке нам позволяет сделать только отдельно допустим согласование договора и все и это простое действие а когда мы с вами собираем из разных действий видов действий цепочку целую то это у нас уже позволяет делать версия корп документа оборота если находится на стадии выбора чтобы было понятно чем они отличаются и принципиально вот здесь вы уже не сэкономите если вы хотите видеть полную цепочку жизненного цикла документа то вам только версия корп а далее что у нас ну вот сейчас мы видим укрупненный наш цепочку и мы посмотрим что мы можем делать в настройках согласования какие у нас вообще есть возможности вот так выглядит конструктор согласования ну в общем то знаете но как по мне не сложнее чем какой-нибудь инстаграм выглядит честно говоря когда мне говорят что документ оборот сложный мне кажется что неоправданно его ругают самом деле все достаточно понятно и мы накидываем сюда наших согласующих по каким-либо правилам то есть это может быть конечный пользователь это может быть роль какая-либо на которой мы можем назначать любого там групп пользователей и тот кто первый из этой группы получит задачу выполнит ну вернее все сразу получают задачу кто выполнил тот молодец можно назначать автоподстановку то есть система будет читать логику и все по этой логике допустим согласующий это руководитель автора система пойдет посмотрит кто у нас в поле автор стоит и посмотрит по орг структуре кто у него руководитель и подставит нашу схемку нашего руководителя как исполнителя задачи тут же мы можем установить кто у нас будет ознакомлю цели не будет ознакомлю вас с результатом согласования порядок выполнения то есть все сразу несколько человек но все сразу получат задачу либо по очереди получат задачу сколько у нас срок исполнения по задаче и условия допустим что у нас может являться условием может являться сумма может являться значение реквизита может являться какое-то сложное условие то есть если у нас подразделение допустим там сотрудников подразделения более 50 тогда у нас данный конкретный участник согласования будет добавлен бизнес процесс если нет то не будет но то есть совершенно разные могут быть условия так главное четко описать требования ваши при котором у нас данный согласующий будет добавляться в бизнес процесс поэтому крайне важно описать четко ваш бизнес процесс и крайне важно вспомнить и описать все условия которым этот бизнес процесс происходит что мы еще можем указать здесь в настройках условия видимости когда мы будем разворачивать до конкретных сотрудников при заполнении обработки данном случае у нас установлено тут у нас есть при запуске в обработке перед началом выполнения действия далее мы можем установить кто у нас по умолчанию будет автором данных данного этапа бизнес процесса мы можем установить настройку согласования в режиме замечаний на полях в данном конкретном случае у нас сейчас на демонстрационной базе мы показать это не сможем потому что у нас нет соответствующих доп настроек доп условий если требуется дополнительная настройка и демонстрационная база мне не позволяет сейчас ее выполнить согласование в режиме замечаний это такая функциональность которая у нас в ворде есть когда у нас могут сразу несколько согласующих указывать в режиме замечаний на полях свои заметки и обрабатывающий результат потом сразу их учитывая все может сформировать общий полный конечные документы и отправить на повторное согласование чтобы нам после каждого согласующего в хаотичном порядке не править документ как это обычно в почте происходит и уже все на самом деле забыли какие были версии документов какие были правки и кто их придумал и конечный документ вообще получается непонятно откуда взятый вот здесь конечно согласование в режиме замечаний это все решает когда вы видите абсолютно все правки кто чего когда написал кто чего когда ответил организуем как-нибудь тестовый контур с такими возможностями и сделаем отдельный вебинар на тему далее формировать визы согласования когда у нас в документе вкладка визы появляются мы можем отслеживать подписывать электронные подписи усиленные это тоже доп функциональность где нам нужно выполнить настройки усиленные электронные подписи то есть по умолчанию у нас простая электронная подпись это когда мы ввели один пароль и зашли в систему все считается что это наша простая электронная подпись она уже будет у нас высвечиваться в листе согласования чтобы у нас была электронная подпись усиленная ее нужно настроить причем как любая система 1с документ оборот поддерживает типовую функциональность на настройках электронно-цифровой подписи и функционалы и до прямо внутри то есть вам не нужно использовать какие-то внешние системы вы можете встроить электронную цифровую подпись прямо в 1с в необходимый блок там где у нас настраивается работа с электронными подписями и подписывать усиленные электронной подписью прямо из документа оборота и также обмениваться с другими контрагентами тоже отсюда очень удобный функционал он получил просто колоссальное развитие за последнего сколько я с этим функционалом работаю наверное получается 8 9 уже лет когда я начинала работать с ИДО мы были ну одни из самых прогрессивных в этом направлении именно части функционала внутри 1с мы сталкивались вообще просто с какими-то сумасшедшими проблемами когда система действительно не справлялась этот функционал был сложный и такой ну прям тяжеленький но это был прошел огромный путь разработчики этого управления сейчас этот функционал действительно классный стоит с ним познакомиться если вы работаете с внешними системами интегрируетесь то есть вариант рассмотреть внутренние механизмы 1с они достаточно удобные так здесь мы можем добавлять участников и добавлять этапы согласования в чем в чем смысл добавления участника когда мы добавляем этап то мы для него задаем общие условия то есть мы можем назначить допустим сначала идут три согласующих которые у нас все сразу согласуют а потом допустим идут пять согласующих которые по порядку согласуют и у них там соответственно у каждого свои сроки согласования можно установить условия определенные на участниках согласования так проект я уже проговорила что еще важно у вас может быть в процессе участники ваши повторят то есть допустим сейчас я как руководитель автора документа могу выступить из автопостановки попасть в процесс а могу потом еще как допустим исполнитель роли какой-то там главный бухгалтер тоже попасть в этот процесс согласования два раза то есть разные механизмы не попасть два раза при этом допустим методологии ваши нужно обязательно чтобы эти все этапы прошли не можете вы исключить главного бухгалтера даже если фактически исполнитель этой роли он уже два раза визу поставил но главный бухгалтер все равно должен быть у вас обязательно обычно это в каких-то крупных структурах вот в банках у нас такие кейсы недавно вот тут крупный банк у нас был проект по крупному банку там частые ситуации мы защищали участников от исключения то есть обязательно все равно этот сотрудник должен в бизнес-процессе быть по умолчанию есть такой механизм ну который тоже кстати можно отключить механизм вытеснения повторяющихся согласующих то есть когда у нас Иванов ПП пять раз добавляется в бизнес-процесс потому что он исполнитель по какой-то контроль потом руководитель автора потом еще по какой-то логике он добавляется вот чтобы десять раз задачу не кидать документ оборот имеет вытеснять дополнительные этапы чтобы задача приходила один раз но если вам все-таки нужно чтобы она приходила несколько раз то мы можем вот так вот защитить от удаления чтобы автоматически у нас система не удалял вот так а еще вот важная настройка мы можем разрешать либо не разрешать изменять участников этапа сейчас мы посмотрим где это делается мы можем допустим разрешить мы понимаем что у нас еще пока процессы не устоялись и возможно согласующих надо будет добавить автору документа он понимает что у нас есть непосредственный руководитель а еще надо Иванову Петрову Сидрову добавить в этот бизнес-процесс чтобы он тоже у нас в бизнес-процессе участвовал вот сейчас посмотрим как это сделать так мы с вами посмотрели настройки согласования какие они у нас есть это делает у нас все технический специалист на старте проекта на настройки системы делает один раз оно все уже работает и тогда мы с вами уже можем идти как пользователям этот конструктор уже сложился мы можем идти как пользователя и посмотреть что же у нас в итоге получилось так мы идем документы и собственно создаем договор там на примере аренды оборудования делали ну и сейчас на него и посмотрим договора аренды оборудования что же у нас получилось исходя из того конструктора который мы сделали мы с вами видим что у нас вид документа сразу заполнился у нас заполнился сразу название нашего документа то что у нас заголовок выдается в нашем списке области поиска это у нас когда мы вот сюда вот смотрим мы видим заголовок вот этот заголовок у нас получается вот создание документ вот он у нас наш заголовок на сразу настроена сторона документа наша организация по умолчанию можем также это сделать чтобы нам лишнее движение делать вот эти реквизиты мы по максимуму преднастраивать чтобы потом нам сэкономить наше время так что у меня LPR не выбрался вот вот и мы можем видеть что у нас некоторые реквизиты они сразу автоматически предзаполнились это логика нашей системы и данной настройки некоторые когда у нас преднастраивается чтобы не делать лишних действий по нашей бизнес-логике так заполнил сумму запишем что мы с вами здесь видим хочу обратить внимание вкладочка файлы где у нас располагаются роли файлов то есть масса в данном конкретном случае основные вспомогательные иногда у нас есть какие-то дополнительные роли файлы допустим это там когда у нас договор это может быть там вставные документы скану вставные документы нашего контрагента на момент заключения договора какие-то еще документы временные портотипы там все что угодно можно сделать несколько папок и их использовать также в том числе в бизнес-процессе то есть допустим у вас не запустится обработка пока у вас не будет проекта документа можно ну как вариант так и сделать недавно делали вкладка обработка мы сейчас к ней вернемся помните тот бизнес-процесс который у нас настроен он у нас теперь вот здесь вот есть во вкладке обработка помните мы с вами создали дополнительный реквизит дополнительный со значением да нет вот он у нас здесь показан мы можем им пользоваться и мы можем его вынести в документ оборот третьем мы можем вынести на любое на форму в любое место и на вкладке реквизиты тоже 2.1 этого нельзя было сделать вот здесь же у нас связанные документы то есть мы можем задавать тип связи стандартный механизм с другими документами то есть мы можем задать заранее что у нас дополнительное соглашение делается на основании основного договора допустим дополнительное соглашение у нас может изменять срок основного договора или не менять ну то есть вот такие настройки по бизнес логике описываются настраиваются заранее и мы здесь можем видеть структуру связи если она есть про электронную подпись мы говорили что у нас если используется цепи мы тут видим категории тоже это у нас дополнительный разрез если мы его используем то здесь он у нас будет соответственно выдаваться ну и доступ к нашему документу у нас автоматически сейчас федорову и текущему пользователю нам выданы потому что мы участвуем в нашем бизнес-процессе так и теперь мы с вами начнем обработку документа прежде чем мы ее начнем мы с вами посмотрим помните я говорила что мы разрешили нашим пользователям менять состав согласующих добавлять согласующих допустим у нас есть стандартный один согласующий но я понимаю что для конкретного данного договора я хочу еще направить дополнительного согласующего потому что я чисто сейчас на понимаю что этот согласующий мне нужен я могу изменить состав согласующих и подобрать участника кого нибудь секретаря записываем все у нас наш бизнес-процесс поменялся мы добавили еще одного согласующего напомню что мы можем это функционально исключать или не включать зависит от жесткости вашего бизнес-процесса как вам требуется итак мы начинаем наш квн у нас поехали две задачки так как они у нас одновременно должны запускаться это настройка то есть мы можем параллельно последовательно как нам нужно задавать что мы тут видим мы видим дату состояния мы видим комментарии это у нас один этап согласование теперь мы с вами посмотрим как у нас выглядит задача которая уходит нашему исполнитель вот они у нас две задачки у нас есть раздел процессы и задач по этой ссылочке мы видим функциональность доступна не всем а тем пользователям у кого есть соответствующие права здесь мы можем посмотреть задачу как ее видит пользователь то есть мы сейчас под админом поэтому мы администратор видит нас все пользователь у нас может перейти в договор и посмотреть необходимые ему данные и может согласовать не согласовать согласовать замечаниями важно согласовано замечаниями для системы то же самое что согласовано то есть бизнес процесс у нас пойдет дальше вот мы сейчас с вами для качества эксперимента напишем комментарий и сделаем не согласовано посмотрим что у нас сейчас произойдет мы видим что у нас соответствующая галка внутри этапа у нас осталась задача вторая на согласование вторым согласующим мы тут согласовываем что у нас происходит нас нашему автору прилетает задача ознакомиться с результатами согласования мы видим что у нас не согласовано одним из согласующих можем зайти в документ и поменять что либо скорректировать допустим мы скорректировали и и мы можем либо завершить то есть завершить это значит мы такие посмотрели допустим нам пишут что нет на такую сумму мы договор заключить не можем мы нас повесили и говорим все мы согласовывать не будем все стоп игра и завершаем полностью процесс либо мы скорректировали наши условия договора и направили на повторное согласование а вот тут есть возможность тоже настройкой что что вы хотите сделать чтобы обязательно всем направилась на согласование или не всем правильно чтобы ваши все согласующие заново посмотрели документы согласовали иначе получится что у нас очень частый запрос когда говорят зачем нам все эти почки согласующих опять повторно согласовывать скорректировали мы направили и тому кто на замечание давал и все и и до свидания больше ни с кем пересогласовывать не надо но получается что остальные знать не знают что документ заменился их виза на нем стоит так что неправильная методология следует это учесть так мы сейчас с вами скорректировали документ и он у нас ушел на повторное согласование всем согласующим по этапу внутри этапа всем согласующим у нас повторно идет на согласование теперь мы с вами согласуем полностью задача у нас перешла на следующий этап теперь подписать договор подписание мы видим уже выглядит у нас по-другому сама задача выглядит по-другому структура задачи структура этого под процесса для системы другая поэтому и выглядит по-другому тоже такой вопрос частый мы подписываем с вами и задача приходит на следующий этап этап исполнение и это у нас другой вид действия выглядит по-другому результат другой выполнено вот она у нас проверка система говорит документ не подписан контрагентом мы не можем выполнить эту задачу подписания мы с вами возвращаемся в документ у нас стоит проверка на вот эту галку что документ подписан все мы ее проставили возвращаемся дальше в нашу задачу и ее выполняем проверка у нас положительно срабатывает и приходит на следующий этап зарегистрировать вот регистрация документа тоже у нас бывает запроса сделайте нам регистрацию пожалуйста в начале бизнес-процесса вот когда у нас проведена регистрация документа ему присвоен рик номер и дата все больше никаких корректировок по документу вы не можете сделать то есть сделать регистрацию до согласования это некорректно по методологии регистрируется документ когда он итоговый когда правки в него уже относиться не будут в этот момент у нас присваивается регистрационный номер и дата регистрационные номера дата могут быть заданы вот у нас так у нас не заполнена дата начала действия договора мы возвращаемся в договор да действительно у нас нет главного условия как же мы можем зарегистрировать договор если мы не знаем срок его действия нам это нужно обязательно Установить. Тогда система нам даст зарегистрировать. Обращу внимание, вот у нас регистрационного номера текущего сейчас нет. После регистрации у нас прервется возможность редактировать документы, реквизиты документов. Все, регистрируем. Так, система у нас не позволяет под одним пользователем все сразу открыть. Зарегистрировать. Все. Мы с вами зарегистрировали в списке документов. Найдем наш документ. Так, он что ли? Да. И у нас остается задачка на исполнение сканировать. Мы ее выполняем. Так. Записать. Так. Ну, мы с вами полностью прошли жизненный цикл всего нашего документа. Обработка у нас завершена. Мы молодцы. Можем лист согласования с историей посмотреть, где мы видим комментарий, который у нас был при несогласованном. Если нам эта информация лишняя, мы можем лист согласования без истории, просто итоговую вывести и ее использовать. По сути, это печатная форма. И видим все признаки электронной подписи. Так, вижу вопрос, что документ, подписанный контрагентом, это стандартный инфляционал. Те проверочки, которые мы с вами видели в системе. Это настройки, которые мы можем сделать при настройке бизнес-процесса. Мы можем проверить, вложен ли файл и не дать возможность выполнить задачу, если, допустим, какой-то определенный файл не вложен, с определенной ролью, с определенной отметкой. Мы можем на какой-то реквизит поставить проверку. Заполнен он, не заполнен, чем он заполнен. Мы можем, допустим, на какое-то условие, на сумму, на заполненность даты сделать различные условия. Обычно при обследовании мы это настраиваем. То есть, как мы обычно делаем при обследовании. Мы описываем весь бизнес-процесс. На этот бизнес-процесс мы делаем таблицу всех реквизитов, которые, в принципе, у нас есть в документе стандартный, дополнительный, все-все-все. Расписываем по каждому шагу процесса, где у нас заполняется какой реквизит. То есть, у нас есть реквизиты, которые на старте заполняются, которые у нас в течение бизнес-процесса заполняются. И описываем те условия, которые у нас касаются реквизитов, в части проверки, в части обязательности заполненности. То есть, это все такая большая-большая таблица, где у нас указаны все эти данные. Мы можем это все контролировать. Так. На текущий момент, смотрю, у нас вопросики все разобраны. Если у вас что-то еще дошлете, пока мы тут завершаемся, то это будет у нас разобрано уже в рассылочке. Так, вроде все, старалась разъяснить все, что у нас было. Вам большое спасибо за активное участие сегодня в вебинаре. Я с вами прощаюсь. Коллеги, хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова